Всем привет! Сегодня у нас третья часть нашей прогулки по старому серверу Minecraft города Пущино. И сегодня мы на новом сервере. На сервере версии 1.8.1. Работает он намного лучше, чем предыдущий. Сейчас я на башне Минасы и отсюда открывается замечательный вид на окрестности. Только посмотрите. Дальность прорисовки просто впечатляет. О да! Сегодня мы попробуем посмотреть строения самых первых игроков в нашем сервере. Те строения, которые отчасти даже были перенесены с самой-самой первой карты вручную через редактор карт. Ну что ж, бедность Минасы. Самое интересное, что теперь в версии 1.8 и далее админы могут летать. И мы этим воспользуемся. Скорость перемещения в полете значительно выше, чем пешком. Тем более не нужно плавать и пробираться через леса. Да и обзор лучше. Полетели! Еееей! Ну что ж. Там мы можем видеть дом Макса или то, что от него осталось. И первую станцию железной дороги. Жаль, конечно, что она сейчас не работает. Вот здесь у нас пристань, несколько кораблей и шахты. Шахты и фермы, кажется, Хайнека. Хайнека когда-то очень испугался гриферов и ушел с сервера из-за того, что мы не могли эффективно блокировать и банить гриферов. Ну, в общем-то, это либо его шахты, либо шахты Рейвена. В этом режиме невозможно умереть, что очень даже радует. Тем более я отключил всех мобов, поэтому можно не опасаться за свою жизнь. В общем, копали они здесь очень и очень много. И из того, что они копали, были построены действительно огромные сооружения. Одни из самых, наверное, мощных сооружений на этой карте. Вот эта вот башня, прилегающая к нему замок, который сейчас на продажу, построил как раз Хайнека перед тем, как уйти с этого сервера. Вот эта, кажется, тоже одна из его башенок. Да, неплохо. Все-таки летать очень даже хорошо. Так, в той стороне чьи-то еще строения, но я, честно говоря, не знаю чьи, поэтому, думаю, комментировать я не буду. Ах, приготовьтесь. Мы летим в сторону замка Рейвена. Рейвенхолм. Ну, я не знаю, как он его называет. Уже отсюда открывается великолепный вид на него. Вот это все, в том числе и разрушенный в настоящий момент маяк. Это все его творение. Так, попробуем сделать эффектный наезд. Ну-ка. Да. Первая башня. И крепость. О-да. Это замок Рейвена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ну здесь есть несколько строений посмотрим что-то сделано исключительно из дерева по всей видимости пока не закончены жаль конечно может быть закончится но уже на новой карте это нет я знаю что это было это была ферма сожалению сейчас она не в лучшем состоянии верхний этаж более-менее сохранился пусто так нравится сейчас все сундуки анимируются и звучат так что у нас еще здесь здесь у нас арборедум не знаю чтобы это значило по всей видимости у него здесь выращиваются деревья супер до сундуки при переносе с сервера версии 17 будет как-то странно частности их освещение так теперь туда остатки деревьев узоры из цветов что у нас тут тут у нас много чего где-то тут вход в башню ну а здесь здесь у нас еще пара зданий бот хаус бут хаус не знаю в общем по всей видимости это большая ванная с подогревом наверху 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 у нас большая ванная без подогрева отлично и балкончик а напротив выставочный зал сундуки с грязью дерево нет камень снег видимо оставил песка нет щаник на месте тоже нет можете смотреть но не трогайте но видимо кто-то потрогал так всегда происходит когда сервер управляется в общем такой вот замечательный замок дальше у нас просто массивнейшая стена и не только стена которую построил диггер учтите что все это строилось из материала выкопанного под землей это очень много это значит что нужно было копать 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 строить копать 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 и похоже она еще далеко от завершения в общем то китайская стена отдыхает интересно что это такое одна четверть пирамиды а пирамидальное здание даже есть окна и что-то там внутри невероятно это сооружение просто огромное она оказалась даже еще больше чем я предполагал здесь у нас филиал ну да ну да невероятно в общем по всей видимости то что я видел здесь это тоже диггер ну что ж попробуем вернуться обратно что-то мы далеко улетели да скорость как у вагонетки все-таки хорошую функцию ночь добавил летать это очень удобно особенно когда нужно показать очень много за короткое время да я просто не представляю сколько же времени ушло на строительстве всего этого оооо да вот тут мы видим еще одну башню и выход наверх да диггер построил очень много маленькая комнатка я думал будет выход на крышу похоже что нет в общем диггер я думаю что на новом сервере ты возможно даже получишь режим создателя чтобы тебе можно было больше строить и меньше копать ну и летать в режиме создателя я даже не представляю что ты сможешь построить наверное что то очень большое в общем если ты это смотришь знай только попроси так а теперь мы движемся к еще одному массивному строению я не уверен кто его строил возможно тоже диггер но оно очень не закончено судя по всему это планировалась пирамида но в общем то не рассчитали силы на строительство такой огромной пирамиды могло бы уйти просто очень много времени я не представляю даже сколько в общем то строительство закончилось не успев начаться теперь мы движемся к мосту соединяющего зиккурат и замок рэйвана добавились какие-то железные дороги ну ладно зиккурат был построен построен таким же он был построен я уже и не помню да он пребывает не очень хорошем состоянии блин кто же устроил ладно сейчас уже не вспомню может быть рэйвен хотя нет не рэйвен да не помню стеклянные башни зиккурат обнесенный кактусами и океаном лавы ну с океаном лавы это я ему помог получилось очень даже неплохо еще вот здесь у нас какие-то строения я даже не знаю точно чьи но они отчасти висят в воздухе не очень большие но все-таки и еще нечто не представляю что это могло быть лава а это у нас генератор генератор камня кстати полезная штука когда не хочется копать камень а только строить но теперь вместо этого можно использовать режим создателя и иметь бесконечные запасы любых блоков спасибо ночью за эту функцию что ж вот такой вот старый мир может быть еще что-нибудь найдем хотя я даже не уверен что что-то еще здесь было были вот эти вот длинные конструкции вероятно рассчитанные на железную дорогу в будущем но они не были никем закончены к сожалению в общем да главное правило наверное этой игры заранее рассчитывать свои силы конечно можно запланировать что-нибудь очень грандиозное но если это что-то останется на начальном этапе строительства это выглядит это выглядит немного жалко тем более на новой карте которая сейчас работает параллельно со старой масштабы очень гигантские поэтому допустим строительство железной дороги от одного какого-нибудь строения до другого расположенных в разных биомах потребует очень долгого строительства и очень большого количества материалов так что учтите это на новой карте ну что ж пролетим еще немного может быть что-нибудь еще увидим кстати где-то там должен быть метеорит если его не используем нет его не использовали его даже похоже не нашли а может нашли ну-ка о как нет его похоже все таки нашли в общем то почти не успели его использовать ну немножко поколотили я два раза такое делали три раза в редакторе карт создается место падения метеорита и сообщается игрокам кое-где на карте недалеко от вас огромные залежи железа и алмазов там где-то внутри еще есть алмазы только никому не говорите первые кто находят такой метеорит получают огромное количество железа для создания инструментов железных дорог и всего прочего ну кто-то нашел поздравляю ну давайте еще напоследок посмотрим оплот национализма который мы видели в первой серии или во второй серии в общем который мы уже видели в общем-то с воздуха он выглядит неплохо о в прошлый раз я не заметил эти песочные часы это действительно песочные часы а кстати да и кажется подземная пирамида Минасы где-то здесь мы тут недавно сообщили что она находится здесь а ой Минасы извини я сломал твою кнопку я сломал твою дверь ладно посмотрим подземная пирамида Минасы где-то здесь вот выглядит она примерно так ом да если бы у тебя была возможность летать как сейчас ты бы ее построил гораздо быстрее и с меньшими усилиями да ну что ж считай что твое творчество тоже попало на камеру кстати у тебя там вот в некоторых местах еще есть грязь вместо камня не только грязь кстати ну ка давай-ка попробуем немножко подправить немножко подправить может быть может быть кстати да на новой карте возможно некоторым игрокам я даже выдам режим создателя на первое время чтобы можно было хоть немного скомпенсировать потерю того что было построено на предыдущей карте все таки все таки это очень хорошо когда можно летать и все что угодно строить так да я не хочу включать интерфейс просто из-за записи поэтому иногда все таки промахиваюсь все таки промахиваюсь ой так где-то у нас был факел так 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 отлично так отлично ну как тебе ну как тебе упс мимо ну вот примерно так так еще один ну вот теперь оно практически идеально только вот здесь что-то не хватает да так 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 супер просто супер ну что ж ну что ж все все замечательно надеюсь увидеть вас всех скоро на новой карте все таки там тоже можно будет много чего построить ну что ж удачи пожалуй следующей серии у нас не будет а если и будет то она будет уже в новом мире когда там что-нибудь более-менее начнет появляться так всем пока жду вас на новой карте смотрите ну всё 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 Продолжение следует...